Всем привет! Предлагаю вашему вниманию 12-й видеодневник по моей торговле по стратегии Свободный Форекс за период с 18 мая по 22, ну за прошлую неделю. И как всегда хочу вам сказать несколько слов о своей стратегии, но как всегда только хорошее, о ее преимуществах. Самое главное, конечно, преимущество это то, что стратегия позволяет делать хорошую доходность, более 10% в месяц. Еще такое преимущество, как прибыль на сделок, составляет 70-90%. Удобство. Торговля происходит на периоде аж 4, ну не знаю кому как, мне удобна такая торговля. Также мы торгуем на всех валютных парах. Об этом преимуществе я вам расскажу сегодня, чуть позже. И такое дополнительное преимущество, как комфортность. Сейчас я прорабатываю 3 способа торговли по моей стратегии. И каждый трейдер сможет выбрать способ, который подходит именно ему. Об этом я расскажу дальше. Итак, я уже начала в прошлом видеодневнике знакомить вас с вариантами торговли по своей стратегии. Сегодня расскажу об этом более подробно и покажу сделки, которые я делала по этим 3 способам. Итак, какие же это способы? Ну, агрессивный способ, как я его называю, это торговля чисто на пробой по стратегии. Сбалансированный способ. Это когда мы торгуем, когда мы входим в сделку после пробоя при ретесте от сигнального уровня. Какой уровень я называю сигнальным? Это тот уровень пробоя, которого мы ждем. Вот его я так вот для себя сделала такое название, как сигнальный уровень. Третий способ торговли по стратегии, это самый консервативный. Когда мы после пробоя ищем ход по уровням с маленьким стопом. Самый безопасный вариант. Но у каждого варианта есть свои плюсы и свои недостатки. То есть вы можете выбрать вариант в зависимости от собственных целей в торговле, от собственного стиля торговли. А в конце концов, от образа жизни. Конечно, вы заметили, что у каждого способа есть еще два варианта. Агрессивный и консервативный. Тут все просто. Если мы входим в сделку большим объемом, это более агрессивный вариант. Если мы входим меньшим объемом, это более консервативный. Какой объем я имею в виду? Ну, на обучении, а может быть и в дневниках чуть позже, я вам покажу расчет, как я рассчитываю, каким объемом надо входить в сделку. Кстати, где-то в прошлых видео в дневниках я уже такой расчет вам показывала. Но сейчас скажу, что очень просто. На каждую тысячу долларов вашего депозита, если вы уходите по моей стратегии в сделку объемом 0,1 лота, это более агрессивный вариант. Если вы уходите в сделку объемом 0,05 лота, это более консервативный. Как вы видите, все очень просто. Вот я еще более тщательно расписываю эти способы, и кому подходят эти способы. Вот обратите внимание, агрессивный способ, его преимущество, он занимает очень мало времени. Все очень просто, надо выставить тейк, надо выставить стоп и отложенник на пробой поставить. И я вам хочу сказать, что сделки на пробой срабатывают всегда. Поэтому этот способ показывает себя как самый доходный. Но и самый агрессивный, он требует наличия крепкой нервной системы. Почему? Потому что просадки бывают очень такие нехилые. В этом видеодневнике вы в этом убедитесь. Большой стоп может быть. Кому подойдет, у кого свой счет, кто хочет его, возможно, увеличить за короткий период, кто не боится рисковать, пожалуйста, можно торговать этим способом. Более сбалансированный вариант, все то же самое, но риски меньше. Прибыль может быть как больше, так и меньше. Почему? Потому что, когда вы ходите при ретесте, конечно, вы будете получать больше пунктов, больше будете зарабатывать, но не всегда цена возвращается к сигнальному уровню. Очень часто цена просто идет на пробой и все. И срабатывает тейк только по первому способу. Третий вариант. Консервативный. Кому он подойдет? Он подойдет самым аккуратным и осторожным трейдером. Возможно, тем, кто работает в ресторане. Потому что самая маленькая просадка, самые маленькие риски, но этот способ занимает достаточно много времени. Надо следить за сделкой, надо отслеживать уровни. Возможно, сработает стоп, надо будет еще раз пытаться заходить. Вот такие вот способы я вам предлагаю. На обучении я буду о каждом способе рассказывать очень детально. Мани менеджмент, риск менеджмент, каким объемом входим в сделку. Я уверена, это будет очень интересно. Итак, теперь давайте перейдем к сделкам. На этой неделе я торговала по стратегии несколькими способами, чтобы потом вам показать результаты. Вот, обратите внимание, сделка евро-доллар. Торговля на пробой. То есть, первый вариант. Как она отработала. 20 часов длилась сделка, дала просадку. И тейк, я получила 530 пунктов по пятизнаку. Вот на более маленьком периоде я вам показываю эту сделку. Так, еще более детально. А вот смотрите, как мы, если бы мы заходили после пробоя при ретесте от сигнального уровня, мы бы заработали больше, 600 пунктов. Обратите внимание, насколько меньше была просадка, ну и вообще более, конечно, красивая сделка. Доллар-франк. Тут ситуация похожа. Вот торговля на пробой. Мы выдержали просадку и заработали, ну, всего 250 пунктов. Вот на более маленьком периоде. Обратите внимание. А вот сейчас я вам хочу показать сбалансированный способ от сигнального уровня, если бы мы зашли практически без просадки. Да, тоже 2600 длилась сделка, но мы закрыли в два раза больше. Мы заработали на этой сделке 500 пунктов, в отличие от варианта на пробой. Фунт иена, отличная сделка на прошлой неделе, позволила закрыть 630 пунктов. Но тут единственным вариантом торговли на пробой, о чем я вам и говорю. Вот сделки на пробой срабатывают всегда. Здесь не было никакого ретеста. Здесь сделка отработала просто моментально. Вот, посмотрите, на более маленьком таймфрейме я вам показываю, как быстро она отработала. А вот на периоде аж 4. Ну, то же самое, очень красивая сделка. Астралиц доллар. Сделка, которая при торговле на пробой заставила меня понервничать. Посмотрите, какую она дала просадку. Кто-то, возможно, скажет, ну, это неравноценно. Тейку, ну, такая просадка. Почему? Стоп-лосс по этой сделке не сработал. И хотя сделка была длительная и дала большую просадку, все равно она закрылась по Тейку. То есть, почему? Почему нет? Видите, такой вариант достаточно агрессивный, но он тоже имеет право на существование. Так как он позволяет зарабатывать. Вот я вам хочу показать ту же сделку на периоде аж 4. Такая очень нервная сделка, скажем так. А вот эта же сделка, но с балансированным способом. То есть, мы вошли от сигнального уровня. Во-первых, мы заработали почти в два раза больше пункта взяли. И, во-вторых, конечно, намного более спокойно. Просадка была намного меньше. А сейчас по этой же паре я вам хочу показать сделку третьим способом. Вход по уровням. Шикарная сделка просто получилась. Почему я вошла именно здесь? Обратите внимание. Не просто так. На периоде аж 4 я нашла уровень, от которого раньше очень хорошо отбивалась цена. Вы видите, после третьего непробития этого уровня, я начала на более мелком таймфрейме искать вход на продажу. И к тому же, как вы можете видеть, по FIBA этот уровень сильный подтверждался. Также и FIBA уровень. То есть, я перехожу на более маленький период. В данном случае M5. И после сложного-ложного пробоя вхожу с сделкой на продажу. Стоп, как вы видите, у меня 100 пунктов. А тейк я выставила по стратегии свободный форекс. Тейк составила 700 пунктов. Просто супер. То есть, соотношение 100 пай-тейка 1 к 8. А теперь, я заморачивалась на прошлой неделе и решила вам показать, какую доходность мы бы получили, торгуя каждым способом по стратегии. И вот, обратите внимание, я думаю, это будет интересно. Итак, если бы мы торговали агрессивным способом, то есть торговля чисто на пробой, брали такой консервативный объем сделки, то есть половину обычного объема. Это, как я говорила, 0,05 лота на каждую тысячу нашего депозита. Количество сделок за неделю на пробой получилось 4. Количество взятых пунктов 1700 по пятизнаку. Простатка у нас доходила бы до 5%. Посмотрите, какая доходность. Мы получили доходность плюс 7%. Отличный результат. Ни одна сделка не закрылась по стопу. Следующий вариант сбалансированный. Вход от сигнального уровня. Тоже самое объем сделки консервативный, то есть половина обычного объема. Количество сделок, которые отработали по этому способу, 3. Количество взятых пунктов 1600 по пятизнаку. Простатка доходила максимум до 3%. И посмотрите, тоже хорошая доходность. Меньше, как я и говорила, чем в первом варианте, но отличная, и эти сделки нас меньше заставляли нервничать, чем в сделке при торговле на пробой. Третий вариант. Если бы мы входили по уровням консервативным вариантам, то есть половина обычного объема сделки, мы бы взяли 800 пунктов по пятизнаку. Простатка у нас была бы всего лишь до 1% составляла. И в таком случае наша доходность составляла бы примерно плюс 4%. Но я вам хочу сказать, если мы входим в сделку с маленьким стопом, тут не надо было входить половину обычного объема. Мы могли вполне входить обычным объемом, то есть 0,1 лота. И тогда за одну сделку наша доходность составила бы 8%. Смотрите, делайте выводы и выбирайте способ удобный для себя. Я предполагаю, что у многих может возникнуть вопрос, почему я не торгую исключительно, например, от сигнального уровня. Ну, я отвечу. Прошлая неделя это совсем не показатель. Очень часто пара не возвращается к сигнальному уровню, а прекрасно отрабатывает только на пробой и без просадок. Но все равно в следующих дневниках я продолжу сравнивать эти три способа торговли. И мы с вами сможем сравнить результаты по ним и сделать выводы. 20 часов. Сегодня я еще хочу рассказать вам про одно преимущество моей стратегии. Это такое преимущество, как торговля на всех валютных парах. Если кто-то думает, что на всех валютных парах, извините, что на всех валютных парах торговать сложно, я попробую доказать, что это не так. Так, когда вы торгуете на всех валютных парах, вы видите картину происходящего на рынке более широко. Вы смотрите на рынок в целом, чем торгуя одну пару. Например, расскажу вам на примере. Если у меня австралист-доллар дает отличный сигнал на продажу, логично предположить, что навряд ли я буду рассматривать покупку, например, по австралицу франку. Конечно, я вам так в общем говорю, я буду анализировать более детально. Но смотрите, на этой неделе фунт новозеландец давал сигнал на покупку, но недостаточно идеальный для меня. Фунт австралиец давал такой же сигнал. И когда фунт иена дал отличный сигнал на покупку, тогда я уже не сомневалась. И хотя впереди были новости, я все равно выставила отложенник. И хочу обратить ваше внимание, что все третьи пары отработали просто отлично. Вот я вам хочу показать. Фунт австралиец, как отработал. Тоже, в принципе, вполне можно было заходить на пробой на эту пару. Ну, фунт новозеландец вообще шикарный. Просто одной свечой отработал тысячу пунктов. Но почему я не выставила на него отложенник, мне тут сигнал показался сомнительным. Ну, более идеальным был сигнал на фунт иена. Я еще раз хочу повторить. Может, ну, не все понятно, что я рассказываю. Если вас заинтересовала моя стратегия, ну, пожалуйста, следите за новостями на сайте клуба трейдеров «Картель». Там будет вся информация про мое обучение, про дистанционное обучение, которое я буду проводить в школе Гатыня Натальи. Там будет информация. И, возможно, также я буду проводить и очное обучение. Ну, об этом еще рано говорить, но вся информация обязательно будет на сайте. Становитесь членом клуба «Картель», и тогда для вас будет специальная цена на обучение. И поверьте, на обучение все уляжется, все станет простым и понятным, потому что я прорабатываю свою стратегию очень детально. Я вам предоставлю все расчеты, все таблицы. И вы увидите, что можно торговать достаточно просто, комфортно и, главное, прибыльно, зарабатывая хорошие деньги. Конечно, как всегда, конкурс продолжается. Задавайте мне вопросы. Я вам скажу, когда он закончится. Это уже произойдет довольно скоро, я думаю. И я оглашу имя счастливчика, которого я обучу с быстрой теги абсолютно бесплатно. А пока вот перед вами мой скайп. Пожалуйста, добавляйтесь ко мне на скайп, я буду рада всем. И желаю вам только прибыльных сделок. Пишите мне все замечания, все, что вам нравится, не нравится, все, что вы хотите увидеть в следующих дневниках, возможно. Возможно, какие-то будут заявки для вебинара, я проведу для вас вебинар. До следующей встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok